Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Хуан Гугуан, Хуан Цзю, настоящее имя Лу Цзянь, один из шести крупнейших живописцев эпохи Юань. Точное месторождение и происхождение Хуан Гугуана неизвестно. В письменных источниках, кроме города Чаншу, называют несколько других мест, в том числе и уезд Хуэн Цзянь. В дальнейшем Хуан Гугуан стал героем многочисленных преданий, исторических анекдотов, где в частности говорится, что еще в раннем возрасте он был усыновлен семейством Хуан, глава которого, будучи на тот момент 90-летним старцем, так и не смог обзавестись мужским потомством. Именно приемные родители дали мальчику имя Гун Ван, означающее «мечта господина». Говорится, что Хуан Гун Ван обладал незурядными способностями. Окружающие прозвали его «божественным подростком». Я акцитирую переводную википедию те данные, которые мне удалось найти. В возрасте около 23 лет был принят на службу на пост секретаря делопроизводителя. В уездной управе вангольской власти старались не допускать чиновничьей деятельности коренных южан, то есть уроженцев Южного Китая, которые никогда прежде не жили в чужеземной династии. Официально карелла Хуан Гугуана закончилась в результате ссоры с воспоставленным чиновником, за что он подвергся тюремному заключению. И, будя из тюрьмы, через 4 года, где-то в районе 1320 года, он стал вести отшельнический образ жизни, усилившись вначале во строгах горы Чижань, затем в разных других местах на территории современной провинции Чжэцэн. Известно также, что он без принятия монашеского обета вступил в даотскую школу Чжэн Джэндао. К занятию живописью Хуан Гугуан приступил уже после своего 50-летия, работой исключительно в пейзаже Шаншунхуа. Живопись – изображение горы и вод, преимущественно монохромной техники, ориентируясь в основном на творчество представителей Южной пейзажной школы. В творческих наследиях художника есть такие произведения, в которых ощущается влияние манеры того или иного живописца, предшествующих исторических эпох. Большинство произведений Хуан Гугуана производит впечатление пейзажей, действительно существующих географий в природе Китая, эмоционально воспринятых и переданных художникам. Это решительно отличает их от умозрительных пейзажных композиций, практика создания которых получила широкое распространение в юаньской живописи, в первую очередь у Джао Иван Мэна. Поэтому в современном искусствоведении принято точка зрения, связывающая творчество Хуан Гугуана с начальным этапом возрождения и переосмысления принципов Сунской, это 12 век, пейзажной живописи. Ну так вкратце, прошу прощения за мой китайский, о художнике Хуан Гугуан. Смотрим работы, пока-пока, до свидания. Продолжение следует...